Выведи свою девушку. Она не моя девушка. А вы что? Ещё не успели замутись? Я ставлю ученику Александру палочку. В смысле? Ты вся вещь уже? Ну да. Хороших выходных тебе, Димончик. Дима, проведёшь, ты же остался с тобой. Ты самолюблёная д***а. Что? Я твой компьютер сегодня уже в окно выйти. Ты чё ты меня сдаёшь уже второй раз? Мы всё встречаем. Вы опять их распустили. Ты что, ударил кого-то? И все компьютеры мира уничтожили. Да ты со мной будешь? Добрый день, Класс. Так, я не понял. Вы что, не учились здороваться с учителем? Добрый день, Никита Сергеевич. К уроку сегодня все готовы? Александра, что мы проходили на прошлом уроке? На прошлом уроке мы проходили... Игры на PS4 и PS5, iOS, Android и ПК. Ученик, встать! Да? Вы хотите ответить вместо Александры? Извините. Какую именно игру мы проходили на прошлом уроке? Виталий Степанович, вы хотите ответить? На прошлом уроке мы изучали Genshin Impact. Отлично, Виталий Степанович. Кто мне скажет, что такое Genshin Impact? Это приключенческая игра с открытым миром. В мире Тайват, где постоянно проявляются всевозможные стихийные силы. Там можно исследовать каждый дюйм удивительного мира и обвинить усилия с самыми разными персонажами. И разгадывать бесчисленные тайны, которые хранит Тайват. А еще каждый регион Тайвата обладает своей уникальной культурой, стилем архитектуры и одежды. В Тайвате игроки могут глубоко взаимодействовать с окружающей средой. Можно плавать, лазать, планировать по прекрасному миру с потрясающими пейзажами. Можно использовать силу разных стихий, чтобы побеждать врагов и решать головоломки. Также Genshin Impact выпустила свой музыкальный альбом и провела серии концертов. В игре можно насладиться прекрасными звуками Тайвата. И, кстати, Genshin Impact является победителем в номинации «Лучшая мобильная игра The Games Awards 2021 года». Хорошо, Руслан и Александр, молодцы. А кто мне расскажет про особенности игры? Первое – это персонажи с впечатляющими историями. Второе – исследования мира и красивые пейзажи. Третье – увлекательные сюжетные линии и музыка. А кто мне расскажет про последние обновления? Сейчас вышло новое обновление. В версии 2.6 добавили нового персонажа Комисато Аято. Это молодой и всесторонний одаренный глава комиссии Ясиро из клана Комисато. Он вежливый и предупредительный человек, у которого для любой проблемы найдется множество решений. Также добавили множество событий, одно из которых – мероприятие «Мечта. Мир за рамками холста». В новой версии путешественники смогут получать задания от иллюстратора из Инадзумы. Она попросит вас сделать фотографии видов в разных регионах, чтобы набраться вдохновения для рисования собственных иллюстраций. Отличный повод найти кучу отличных мест для фотографий. Ихи, вы все сегодня молодцы. А теперь перейдем к теме урока. Вы что, спите на уроке? Я? Ну не я же, Никита. Извините, Александра Юрьевна, мне там просто приснилось. И что же вам приснилось? Потому что я у вас урок проводил. Интересно, какой же? Ну урок по видеоиграм. По видеоиграм. Ну давайте мне сегодня мячок так и запишем. Я вообще-то у вас там дневник не забирал. И даже хорошую оценку поставил. Да что вы говорите? Да, вы хорошо знали все особенности игры Genshin Impact. Genshin Impact, значит. И вы, кстати, можете перейти по ссылке в описании и скачать ее абсолютно бесплатно прямо сейчас. И, кстати, там еще промокод на 60 камней и столько и 5 опыта искателя приключений. Ты уверена, что нам вообще стоит общаться? Мы же общаемся как друзья. Ну просто у меня до этого никогда не было девочек-друзей. А Наташа? Ну мы друг другу изначально понравились, так что там больше чем уже. А сейчас что? А сейчас все надоело. Ты уверена, что ты не поспешил с расставанием? Нет, она много истерит. Либо она меняется, либо это конец. То есть вы еще можете помириться? Ну разное может быть. Ты куда? Я забыла, мне надо подготовиться к литературе. Так резко? Хорошего дня. Странное. Привет. О, Димон узнал что-то? Ты про что? Я про то, что Наташа с Камраном домой ушли вместе. Для чего вы все пристали ко мне с Наташей? Мы с ней расстались и точку. Бабушка, одноклассники здесь ни при чем. Кто тогда? Это математичка. Где она? Бабушка, только не позорим. Так, староста в этом классе есть? Наташа. И где она? Здравствуйте. Наташа? Да, я Наташа. За что ему поставили двойку? А когда именно? Ах, у тебя еще и не одна двойка. Но не особо хорошо учится. Бабушка, она гонит на меня. Я не гоню на тебя. По математике, за что ему поставили двойку? У нас была самостоятельная. Все мальчики получили плохую оценку. Вот видишь, бабушка, все мальчикам поставили плохую оценку. Все меня не интересуют. Он грубил учителю и отказывался выходить к доске, а еще унижал девочек. Зачем ты шестер? Я староста и говорю правду, имея на это полное право. Шестерка? Как ты разговариваешь с девочкой? А что здесь происходит? Это я вас, Юрьевна, хотела спросить, что здесь происходит. Вы опять их распустили? Я никого не распускала. Наташа говорит, что они отвратительно ведут себя на уроках. Правда? Ну да. Вот. И вы не можете справиться с ними. Мне что, к вам на работу устроиться, что ли? Простите. Так, короче, где ваше математическое? Может быть, выйдем в коридор, чтобы не при детях? Хорошо, давайте выйдем. Готовимся к уроку. Зачем ты меня сдаешь уже второй раз? На нее, видимо, новые отношения плохо влияют. Герман, закрой рот. Вот будешь закрывать своему парню, окей? У меня нет парня, поэтому я буду закрывать его тебе, ясно? Тебе лучше самой перевезти в другой класс, иначе мы будем настаивать, чтобы тебя перевели другие. Закройте все рот. А ты-то куда лезешь? А чего вы ее обижаете? Толпой на нее накинулась. А не только уметь, что девочек обижать, да, Дима? Ты меня решила выставить крайним сейчас? А где твоя принцесса? В замке ждет, пока я ее поцелую. Ну так не медли с этим. У тебя есть неделя, чтобы перевестись в другой класс. Может, я сама решу, что мне делать? Саша, что все это значит? Вы о чем? Почему твоя бабушка приходит в школу и угрожает тут всем? Это все из-за палочки по математике. Юрьевна, я еще долго тут ждать буду. Уже иду одну минуту. Сели все по местам, быстро. И как свидание прошло? Ты это мне? Но это же не я на свидание с Камраном. Я не обязана перед тобой отчитываться. Тебя никто из этого класса не просит. Мы тебя скоро вышвырнем отсюда. Ты серьезно? Ты что, плачешь? Дима, какой же ты все-таки зверь? Я зверь? А я при чем? Если вам станет от этого легче жить, то я переведусь. Если что, я здесь ни при чем. Зачем ты сказал, что мы ее вышвырнем? Да какая у тебя разница? Вы уже все равно не вместе. Саша, ты гонишь? Наташа, что случилось? Наташа там? Она из-за тебя плачет? Нет. А из-за кого тогда? Наташа, открой дверь, пожалуйста. Она не откройте дверь, понял? И тебе решать за нее, понял? Мое время прошло. Расслабься. Ты это о чем? Мы с ней встречаемся. Да что ты придумал себе? Ты ее недостоин, понял? Ты откуда вообще нарисовался? Тебе что, мало было в прошлый раз? Лучше не разговаривай, я так со мной, если не хочешь, чтобы тебя со школы выгиб. Ты бабушкой своей решил мне угрожать сейчас? Наташа, открой, пожалуйста. Что здесь происходит? Ты, Андреевна, Дима довел девочку до слез. Ты что, ударил кого-то? Я не бил никого. А кто там? Наташа закрылась и плачет. Что происходит? Это вас не касается. А что здесь происходит, я стесняюсь спросить? Мне бы тоже хотелось узнать у вас об этом. Ну так узнавайте. Ваша ученица закрылась в туалете и плачет. Если для вашего класса это норма, я не смею вмешиваться. Дима, кто там? Наташа. Наташа? Что произошло? Это Дима ее обидел. Ему очень сильно повезло, что у меня в этот момент не было рядом. Камранчик, держи себя в руках. Ты что, тявка? Дима, Софья Андреевна, можно я сама разберусь со своим классом? Софья Андреевна, рада вас видеть. Мы знакомы. Я бабушка Саши, которому вы по самостоятельной поставили палочку. Прекрасно. Значит, палочка пошла ему на пользу, коль скоро вы пришли в школу узнать об успеваемости вашего внука. На пользу говорите. Так, уважаемый, давайте оставим этот разговор на поту. Дима тут ни при чем. Что? Я говорю, что я просто заплакала, и никто в этом не виноват. Наташа, зачем ты их прикрываешь? Кому она прикрывает? Ну, без класса начала издеваться, но это не из-за того, что она перестала с ними общаться. Рот закрой. Дима, быстро в класс. Да в смысле? Я сказала в класс, быстро. Ну-ну. Что там с Наташей? Ничего хорошего. Она еще плачет? Уже нет. Да она специально заплакала, чтобы мы ее пожалели. Она не специально заплакала. Она тебе что-то говорила? Нет, она все Камрану рассказывает. При чем тут Камран? Ну что, допрыгались? А вы таким тоном, Александра Юрьевна, правда не добьетесь? Давайте я сама буду решать, в каком тоне мне разговаривать. Я вижу, как порешали, что девочка стоит заплаканная. А вы, Софья Андреевна, не лучший. Вон весь класс двойками заболели. Я выполняю свою работу. Саша, отвечай. Что с ружья? Того еще в другой класс переводить будем. А что, один Саша виноват, что ли? Другие что? Дима. Что? Герман Руслан Сэм, встать. Во что, на педсовет отправить? Не молчи, я сейчас очень злая. За что, на педсовет, Александра Юрьевна? Рот свой закрой, бессовестный. Бабушка! Наташу за что обидели? Вы ее не обижали. За что ты вражешь? Порш галим. Гамран. Сам ты порш галим. Саша. Так а что он тут рущит? Я смотрю, ты вообще разговаривать разучились. Александра Юрьевна, хватит кричать. У вас что, переходной возраст начался? Причем здесь вообще это? Потому что ваша одноклассница выбегает из кабинета со слезами, а вам все равно. Дима же пошел ее проверять. А что, один Дима ее обижал? Так и нам всех спали, она прошла в уроке. Рот закрыл двоечник позорный. На бабушку? Что, бабушка, я твой компьютер сегодня же в окно выкину. Будешь знать тогда. Вам стоит помягче. А вам стоит ручку сломать, чтобы вы поменьше палочек ставили детям нашим. Александра Юрьевна, можно я скажу? Нет, нельзя. Я попрошу в мой класс не вмешиваться. София Андреевна, вы можете, пожалуйста, хоть как-то повлиять на то, чтобы Наташу перевели к нам в класс? А то ее эти свежи съедят просто. Камранчик, сейчас их учительница все решит, если сможет. София Андреевна, а вы зачем, собственно, пришли? А затем, собственно, на что вы пригласили? Я пригласила вас решить проблему Александра с его бабушкой. Вы какая-то непределенная, Юрьевна. Я неопределенная. Я неопределенная. Какое вы имели право проводить самостоятельную работу у наших детей? Меня попросил об этом директор. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, к директору. А директор тоже велел вам ставить им журнал плохие отметки? Я учитель и имею полное право ставить те отметки, которые заслужил ученик. Камран, идем. Пусть они извинятся перед Наташей. А не извиняться, она тебе расскажет. Извиниться не забудьте. Так, у меня с вами еще не закончен разговор. А я еще не начала. Вы что творите? Вы думаете, это что, до директора не дойдет? Я вас просила быть нормальными людьми. Я вас просила быть дружным коллективом. Да их в армию надо отдать. И все компьютеры мира уничтожить. Наташа, такая красивая девочка. Почему ее нельзя любить? Почему ее нельзя защищать? Она же уполистка, истеричка и шестерка. Рот закрыл. Она по учебам, по заслугам. Сказала, рот закрыл. Нет, у меня уже сил на вас нет. Который месяц, одно и то же. Александра Юрьевна, мы подумаем над своим поведением. Да что тут думать? Меня хватит. Вы уже вообще с катушек слетели. Я буду составлять список на педсовет. И пусть с вами разбираются другие учителя. Какой педсовет еще? Да она шутит, бабушка. Ты не понял с первого раза? Рот закрыл и готовимся к уроку. Так у нас урок с Александр Юрьевной. Так готовимся к следующему уроку. Александра Юрьевна. Допрыгалась? Саша, ты опять начинаешь? Так это все из-за нее. Саша, хватит. Мы реально уже перегнули. Перегнули? А она не перегнула, когда била мне пощечину или оскорбяла меня? Так а сколько ты ее раз оскорбил? Может хватит? Да я так не знала, что ты кабулки не меняешься. Да при чем здесь это? Кем бы Наташа у меня сейчас не была, она все равно девочка. Девочка, которая сдает свои? Наташа, пойдем к нам в класс. Софья Андреевна разрешала, чтобы ты у нас на уроке посидела. Угу. Хорошо. Вот видите, она даже сейчас нас предает. Саша, мне тебя жаль. Себя пожалею. Да ты задолбал. Ты что делаешь? Да захлопнись ты реально уже. Драться со мной будешь? Я не буду с тобой драться. Засал? Клоуны. Зашибись, теперь мы всем классом идем на педсовет. Круто, да? Ты смотришь? Я не смотрела на тебя. Трус. Тебе виднее. А ты куда собрался? Раздевал. Домой уходишь? Боишься? Ты что, клоун? Что ты себе придумал? Ну и правильно, лучше уходи, а то я тебя сломаю. Смотри, чтобы тебя бабушка дома сегодня не сломала. Вообще обнаглел. Наташа, ты идти пока к нам в класс, а я сейчас подойду, хорошо? Чего? Зачем зашел? Успокойся, не за тобой. Твоих рук дело? Ты про что? Я про записку на шкафу. Ты реально думаешь, что мне ничего делать? Ну как вижу, что нечего, если записки оставляешь. Ну ладно, говорим нормально. Ну давай попробуем. Если ты еще хоть раз полежишь к Наташе, тебе ни одна Александра Юрьевна не поможет. Ты понял? Может ты слепой, но я не бегу за помощью к другим. А ты любитель всех попугать своей бабушкой. Я думаю, ты меня услышал. Записку забрать не хочешь? Записка не от меня. А что ты чешешь? Я еще раз повторю, что я могу тебе сказать все в лицо, а записки могут оставлять только трус. Выходит, что ты трус. Лучше замолчи, иначе к папе придется бежать и жаловаться. Папа, говоришь? Ну-ну. Удачи. Ты не замечаешь, как медленно ты падаешь на дно? Мне даже не пришлось прикладывать усилий, чтобы ты сам все сделал так, как нужно. Начни встречаться с Полиной и переведи их в другую школу и забыть все то, что с тобой было все эти годы. Возможно, скоро увидимся, но не точно. На ним. Субтитры сделал DimaTorzok